всем привет вы на канале видео рыбалка меня зовут павел и в этом видео я вам покажу 5 способов как можно улучшить вашу мормышку все эти способы действуют одинаково это либо привлекают лучше рыбку либо создают для нее дополнительный раздражитель но это как бы не важно важно то что поклевок становится данной мормышки намного больше и так начнем возьмем любую мормышку кстати самодельная мормышница делали мы ее вместе с сыном мормышница делается очень быстро и легко и она очень удобная в эксплуатации кому интересно как сделать данную мормышницу ссылочку помещу внизу под видео итак берем любую мормышку например вот эту и как бы классический способ который многие используют улучшить мормышку с помощью кембриков то есть берем небольшие кусочки по миллиметра 4 наверно по 3-4 миллиметра отрезаем кусочки и небольшой вот такой тоже кембрик возьмем разного цвета и будем одевать их непосредственно на цевье мормышки просто через отверстие так аккуратненько продеваем кембрики заходит у нас хорошо так вот раз кусочек второй кусочек этот кембрик даже он получился толстенький аккуратненько все продеваем способ уже многими проверен многие им пользуются и всегда довольны вот что у нас получилось вот такая вот привлекательная мормышка есть у меня еще тоже сейчас еще покажу несколько экземплярчиков тоже которым с кембриками то есть вот такие вот мормышки тяжел заюзанные такие мормышки и вот новенькую изготовил только что вместе с вами хорошо реагирует берите на заметочку кто еще не пользовался способ второй тоже достаточно классический берем опять же мормышку и будем улучшать ее работу с помощью обыкновенного бисера то есть бисер отделаем на кембрик таких упаковочках они продаются одна упаковочка что стоит вот такая вот примерно около 30 рублей хватает надолго не на один сезон хватит приобрести один раз и можно сотню мормышку и увешать будет бисером что ж такое падает 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 у меня бисер цвета тоже как можете подбирать какие вам больше нравится так и чтобы бисер у нас не спадал с крючка зафиксируем все это кусочком кембрика небольшим бисер не должен здесь находиться вплотную он должен двигаться вот так то воде вот такая вот мормышка получилось еще есть вариантик у меня подвески я делал сейчас вам покажу подвески тоже из бисер хорошо работают как сделать данную подвеску тоже на это видео ссылочку помещу внизу в описании такая вот тоже есть мормышка с бисером то есть все эти мормышки хорошо работают хорошо ловит рыбку всем советую вот еще вот такие вот есть подвески такого цвета подвеска то есть но это уже фантазируйте кому как больше нравится так давайте посмотрим как в воде себя ведет вот такая вот мормышка с подвеской вот такая вот получается не игра рыбки должно понравится можно просто подкидывать вот так вот ну в принципе вот такая вот интересная получается игра есть мне еще вот такая вот мормышка самодельные регулируемые у нее тоже есть подвеска и можно регулировать угол наклона крючка что же посмотрим как она играет в воде кому как бы интересно как сделать такую мормышку делается она очень легко и просто ссылочку помещу внизу под видео вот так вот привлекаем рыбку либо дополнительные раздражаем этой вот подвесочка из бисера способ 3 сделаем привлекательную мормышку спон с помощью вот такой красной нитки нитку желательно использовать красную другую я не использовал сказать ничего не могу и так берем отрезок нитки складываем в несколько раз таким вот способом берем мормышечку вот так вот этот отрезок складываем вдвое ну как петельку делать делаем петельку накладываем мормышку и вот эти все свободные концы продеваем сюда продели затянули вот этот узелок обязательно фиксируем капелькой клея чтобы он у нас не развязался в процессе рыбалки ну и тоже вот на ниточки вот сюда клей не должен попадать чтобы они у нас играли в воде и теперь отрезаем лишние хвостики я обычно нитку оставляю чтобы зависимости от мормышки чтобы она спускалась чуть ниже острия это можно еще подробить здесь очень много спускается вот такая вот получается мормышечка в воде ниточка хорошо отыгрывает хорошо реагирует такой классный способ вот так вот себя ведет в воде мормышка с нитками тоже очень интересно рыбки очень нравится нитку я еще использую когда вяжу снасть на сама нитка застревает в зубах сама которые как щетка и не дает саму выплюнуть приманку кому интересно как вяжется такая снасть ссылочку помещу в описании под видео вот такая вот игра получается итак способ четвертый сейчас вам покажу способ довольно таки редкий по моим наблюдениям рыбаки мало его используют но этот способ тоже очень хорош улучшить игру мормышки с помощью вот таких вот пайеток эти пайетки продаются в швейных отделах там же где и продается бисер стоит тоже все очень дешево но получается эффективно то есть возьмем пайетки здесь вот они такого крупного размера можно их обрезать вот как я сделал это заранее либо можно купить пайетки меньшего размера у них уже имеется отверстие в центре просто одеваем их через это отверстие на крючок взял я разноцветные вернее две одного цвета и одну в центр помещаю другого так же все через центр одевается к одну я не попал вот так вот они оделись и опять же чтобы они у нас не слетели фиксируем их кембриком так вот зафиксировали и лишнее естественно мы отрезаем то есть также у нас мормышечка хорошо играет в воде вот так вот получается то есть привлекательность либо раздражитель для рыбы увеличивается рыбка лучше берет данную мормышку чем обычно и вот так вот себя ведет в воде мормышечка которая украшена пайетками вот они тоже играют тем самым привлекает дополнительно либо раздражает рыбку очень получается интересно вот такая вот интересная игра еще бы я вам хотел посоветовать вот такую вот мормышку с двумя крючками делается она очень легко и быстро очень эффективная результативная мормышка как сделать такую мормышечку ссылочку помещу внизу под видео кому интересно заходите смотрите и способ 5 сейчас вам покажу честно скажу этот способ я еще не испытывал на алиэкспресс продаются вот такие вот скотч и это скотч для для ногтей когда красить ногти вот этот скотч тоже там что-то клеит потом все покрывают лаком и разные расцветки он такие вот они стоят тоже копейки там с на алиэкспрессе вот мормышечку я уже сделал одну такую но испытывать не испытывал вот если видно цевьё обмотано блестящим вот этим скотчем думаю для рыбки тоже будет очень привлекательно золотистый еще хочу попробовать давайте сейчас чем с вами вот это вот допустим мормышечку уже такая проверенная рабочая мормышка сейчас мы ее улучшим вот этим золотистым скотчем так вот краешек скотч я нашел прикладываем его под палец сразу здесь зажимаем на мормышке и начинаем обматывать цевьё крючка лишнее то что потом торчит мы с вами обрежем мотаем аккуратненько и можно еще промотать в обратную сторону также увеличить объемы так сказать ну все происходит довольно таки легко и быстро прижмем скотч сразу лишнее хвостик здесь отрежем здесь торчит отрежем вот этот кусочек который мы с вами зажимаем тоже отрежем вот этот стык то что получился зафиксируем кусочек капелькой клей чтобы он нас в дальнейшем не разматывался скотч вот такая мормышечка получилась на мой взгляд выглядит отлично посмотрим что скажет на это рыбка будет ли она клевать или не будет также все данные способы можно комбинировать например там этот вот скотч также сюда можно одеть одну бисерину кусочек кембрика но это у кого насколько хватит фантазии так еще вам хочу посоветовать с помощью пайеток я делал вот такие вот самодельные мини-блесенки мини-мормышки как их делать ссылочка будет внизу под видео заходите смотрите ну а кому понравились данные способы кто может быть еще что-то дополнит в комментариях заходите смотрите ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока пока